МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Его считают биологическим маркером для планеты, что предусматривают арктические программы по сохранению популяции. Отделения службы занятости превращаются в кадровые центры. Они появятся в Архангельске и Котласе. За счет чего и для чего это делается? В Вельске прошли состязания по ледовым гонкам. В южную столицу области съехались представители 15 регионов страны. Кто стал самым быстрым? Российские войска продолжают специальную военную операцию на территории Украины. Происходящее находит отклик во всех регионах России. Не исключение и Архангельская область. Прежде всего я рассматриваю это как миротворческую акцию. Восемь лет, из года в год, из месяца в месяц, практически еженедельно, и, может быть, даже ежедневно жители Донбасса подвергались обстрелам. И были смерти практически ежедневные. И все это происходило при поддержке вооруженных сил Украины. Я глубоко убеждена, что наша страна, президент нашей страны уделял огромное внимание. И данный вопрос решался путем дипломатических переговоров, мирных переговоров. И были различные варианты именно мирного решения этой проблемы. Но, к сожалению, все это не привело к должному результату. Мы со своими коллегами по российско-военно-историческому обществу рады, что наконец принято решение о признании Донецкой и Луганских республик. Наконец, надеемся, что наконец в этих республиках перестанут грохотать взрывы. И дети, и старики могут жить спокойно. Я считаю, что наши братья действительно тот народ, который всегда был рядом с нами в разные периоды нашей истории, на сегодняшний день нуждается в защите. И мы нашей сильной страной готовы предоставить ему эту защиту. И я искренне поддерживаю позицию нашего президента. И в продолжение ситуации в Украине. Женсовет округа Воравина Фактория начал сбор гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Подробнее расскажет Александр Богданович. В самой природе женщины заложена забота. И в первый день сбора гуманитарной помощи уже чувствуется отклик архангела Городок. Мы сегодня принесли теплые вещи, которые вязали своими руками, носочки, рукавички, свитера. Все то, что понадобится нашим гостям из Донбасса. Прежде всего, по словам организаторов, нужны средства первой необходимости и личной гигиены. Все это передадут именно женщинам и детям, которых разместят в центре родник. Сейчас там уже подготовлено 180 мест. Я прекрасно понимаю этих людей, в какую ситуацию они в данный момент попали. И поэтому хочется, чтобы они почувствовали тепло наших женщин, наших северянок, тех, которые их встретят здесь, на нашей архангельской земле. Инициировали благотворительную акцию «От сердца к сердцу» активистки женского общественного движения округа Воравина Фактория. И поэтому мы собираем вещи, которые необходимы женщинам. Люди поехали из дома, не собрав себе никаких вещей. Но мы в последнюю очередь не думали о вещах, которыми мы сейчас можем помочь. Сделать свой добрый вклад может каждый. Гуманитарную помощь можно принести в окружную администрацию Воравина Фактория по адресу улица Воронина, 29, корпус 2, на второй этаж. Или в женсоветах Ангельска по адресу проспект Ломоносова, 181. Александр Богданович, Светлана Михеевская, регион 29. 27 февраля мир отметит День белого медведя. Арктический хищник пугает и восхищает одновременно. При этом оставаясь биологическим маркером для экологии планеты. Как человечество заботится о белых мишках в разговоре со специалистами узнала Лидия Папуш. Ежегодно 27 февраля в мире отмечается Международный день белого медведя. Его цель – привлечь дополнительное внимание к охране самого крупного наземного хищника. Начиная с 2014 года Арктический научный центр Роснефти совместно с Советом по морским млекопитающим занимается изучением белых медведей, используя современные технологии. Одна из важных задач – оценить все возможные риски для арктического хищника. Они прежде всего связаны, конечно, с человеческой деятельностью. То есть это прежде всего и самое главное – это потеря ледовых мест обитаний в арктических морях за счет известных климатических изменений. Все страны арктической зоны сейчас разрабатывают программы по сохранению популяции белого медведя. Один из основных пунктов – сокращение антропогенного влияния на экосистемы Арктики. Второй момент – это, конечно, развитие сети особо охраняемых природных территорий. Роснефть проводит полевые исследования по изучению белого медведя. В прошлом году четыре животных обследовали с помощью метода дистанционной иммобилизации, не представляющего угрозы их жизни и здоровью. Последняя экспедиция была осуществлена на север архипелага Новая Земля. На моем желании – это одна из задач изучения состояния белых медведей, как раз остающихся на суше в безледный период. И это серьезная проблема, потому что животные не находят должного питания на суше. Полученные во многих экспедициях результаты позволяют значительно расширить сведения о популяции белых медведей, обитающих в Российской Арктике, в путях их миграции, в физическом состоянии особей, а также разработать мероприятия по сохранению животных. Полученные данные будут обработаны и опубликованы. Лидия Папуш, Михаил Меньшенин, Регион 29. Более 22 тысяч северян в прошлом году получили работу благодаря службе занятости. Ее отделения в этом году начинают превращаться в кадровые центры. Так уже скоро они появятся в Архангельске и Котласе. За счет чего и для чего это делается, расскажем в сюжете. 266 человек. Столько сегодня стоят на учете в отделении занятости на Пинежье. Уровень безработицы вроде невысокий – 2,7%, но специалисты стараются максимально расширять спектр услуг. Это и содействие в трудоустройстве, это и наше мероприятие направлено на содействие в трудоустройстве гражданам, как и безработным, так и незанятым гражданам. Это организация общественных работ, это трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы, это трудоустройство выпускников. Архангельская область уже вошла в число российских регионов, где будет реализован проект преобразования отделений занятости в кадровые центры. Благодаря тому, что уберут лишние функции, больше внимания начнут уделять непосредственно помощи каждому человеку. Где человек может получить не только услуги по установке на учет, получение финансовой какой-то помощи, но и все-таки может получить какие-то возможности для развития, для своего карьерного развития. Проект уже реализуется в Архангельске и Котласе. Более того, на федеральный уровень поданы документы о преобразовании всех отделений занятости в регионе. Это и капитальный ремонт здесь есть, некоторые вопросы с фундаментом, есть небольшие вопросы с крышей, но понятно все с внутренним пространством. А что касается внутреннего пространства, то оно будет уже не вот как мы сегодня ходим, да, стенка, 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 оно будет более открыто, где люди как раз могут общаться, а люди это у нас безработные жители и работодатели. То есть мы станем такой хорошей площадкой как раз для взаимодействия между двумя работниками и работодателями. Всего в прошлом году больше 22 тысяч северян получили работу благодаря службе занятости. Артемий Заварзин, Евгений Зыков, Регион 29. Свой 75-летний юбилей отмечает заслуженный тренер России Александр Поздеев. В стрелковый спорт он пришел школьникам, а спустя годы уже его тир стал школой жизни для сотен мальчишек и девчонок. Многие из них пришли сегодня поздравить наставника с днем рождения. Он не снискал больших побед, но точно попал в яблочко, когда встал на тренерский мостик. Больше 30 лет Александр Поздеев отдал дело воспитания самых метких и уравновешенных спортсменов. А их у заслуженного тренера России было несколько сотен. Якимов, Круглов, Приходченко, Вдовина, Кузнецов. Причислять имена победителей и призеров крупнейших всероссийских и международных стартов можно долго. В настоящий момент у нас 5 человек в Ижевске на первенстве России находятся. Леонид Якимов в воскресенье улетает на Кубок мира в Египет. На пятки именитым стрелкам уже наступают новые птенцы гнезда Поздеева. Вероника Якимова рассчитывает вскоре получить звание мастера спорта международного класса. И это достижение она разделит со своим наставником. Александр Петрович тренер с большой буквы. Он обладает всеми теми качествами, которые присущи тренеру. Он достаточно строгий тренер, но справедливый. Поэтому я думаю, что лучшего тренера для нас не могло бы быть. Сегодня Александру Петровичу исполняется 75. Даже в свой юбилей он пришел в тир. Правда, у учеников оказались другие планы. Я планировал работать. Мне всю работу спортсмены сбили. Отменили тренировку утреннюю ради празднования. Вместо круглых мишеней – прямоугольный стол. Вместо выстрелов – душевные поздравления от учеников и коллег. Важную миссию выполнил и замминистра по делам молодежи и спорта региона Андрей Гибадуллин. От лица губернатора Архангельской области хочется вручить почетную грамоту за многолетнюю высокопрофессиональную тренерскую деятельность, большой личный вклад в развитие массового спорта, физической культуры на территории Архангельской области. В связи с 75-летием со дня рождения. На самом деле для нас, для спортсменов, великий человек. С праздником! На поздравлении подарки не больше часа. Пропустив одну тренировку, следующий Александр Петрович отменять не намерен. И в этом весь он. Дело для тренера на первом месте. Главное самому не лениться. Ну и спортсменов время от времени пинать, чтобы они не ленились. В этом году Александр Поздеев хотел уйти на покой, но его не отпустили. Опять. Уговорили поработать еще хотя бы пару лет. Оно и понятно. Ведь за многочисленными достижениями наших стрелков стоит один выдающийся тренер. Алексей Карельский, Евгений Зыков, Регион 29. Теперь Вельск. Там прошли традиционные состязания по ледовым гонкам. В этот раз в южную столицу области съехались представители 15 регионов страны. Кто стал самым быстрым, расскажет Михаил Меньшенин. Вельск снова подтвердил статус экстремальной столицы региона. На традиционные гонки ледовая миля этого сезона приехали 54 автогонщика из 15 городов России. Своеобразный подарок им сделала погода. Плюсовая температура явно на пользу машинам, но совсем не в плюс для зимней трассы. Носевые температуры работают отрицательно на машину, на резину. Сейчас будет теплее, соответственно, в машине проще, но опять же тяжелее пилотам, потому что будет более разбитая трасса, возможно, будут даже где-то лужи. Поэтому, ну, все относительно. Сложно, мы только покажем. Состязания состоят из заездов на автомобилях любых марок, на шипах полтора и четыре с половиной сантиметра. В соревнованиях на классике, куда попадают автомобили с задним приводом, победил Максим Болт из Вологды. Года, конечно, немножко подвела, но зато было хорошо зрителям. В принципе, было чисто, шуги большой не было. Ну, трассу, да, разбили, было ехать сложно, но все в равных условиях. Впервые за историю ледовой мили на трассе состоялись заезды в классе эндуро. Это состязания на мотоциклах по пересеченной местности, усыпаны большим количеством естественных и искусственно созданных препятствий. Сейчас подтаяло и очень хороший зацеп стал. Ну, рыхлый такой лед. И сегодня достаточно хороший зацеп был, и вполне можно было хорошо ехать. А в лесу трасса подготовлена идеально, там, кто ездить умеет, едут очень сильные ребята. Два мастера спорта, три КМСа приехало на соревнования. То есть уровень достаточно высокий был. Высокий уровень гонщики подтвердили и в этот раз. Во всяком случае, эмоциями от заездов, независимо от занятых мест, остался доволен каждый. Михаил Меньшанин, Андрей Миронов, Регион 29. Не отходим от темы спорта. Столицу Поморья посетил чемпион мира по плязному футболу Борис Неконоров. Спортсмен стал специальным гостем первого в истории нашей области межрегионального Кубка Поморья по пляжному футболу. Чемпион посетил Центр Патриот и пообщался с его воспитанниками. Для меня честь представляет Российский футбольный союз здесь. И запускать, так скажем, этот проект, этот турнир. Я думаю, что, надеюсь, в будущем турниры по пляжному футболу будут проводиться раз-два в год, допустим, как минимум, чтобы зимой играли. У вас есть, я так понимаю, я еще не видел, прекрасный закрытый комплекс, в котором можно заниматься круглый год. По всей России таких не так много. Первый межрегиональный Кубок Поморья по пляжному футболу пройдет с 25 по 27 февраля. Нашу область посетят спортсмены из шести регионов. Помимо двух команд из Архангельской области, участие примет сборная Санкт-Петербурга, команды Москвы, Ярославля, Рыбинска, Владимира и Костромы. На этом все. Хороших вам выходных и душевного спокойствия.